Цветок фикус пумила – описание и уход дома. Фикус пумила в переводе означает «крошечный» и полностью оправдывает свое название. Это небольшое комнатное растение с красивой листвой. Благодаря крошечным размерам выращивается в основном подвесных кашпо. Как выглядит фикус пумила? Фикус пумила относится к семейству Тутовы и Мараси. В естественной среде можно встретить в Китае, Японии и на Тайване. Для выращивания в помещении были выведены новые сорта и гибриды. Они небольших размеров и прекрасно адаптированы для домашних условий. Фикус пумила – самый маленький вид своего рода. Фикус пумила имеет ромкие ползущие ветви. В дикой природе они разрастаются по деревьям и почве, охватывая большие территории. На ветвях есть небольшие воздушные корни, которыми растение цепляется за кору деревьев. Фикус имеет два типа листьев – молодые сердцевидной формы. Поверхность лиственной пластенки плотная и морщинистая длиной до 4 см и шириной до 2 см. Взрослые более крупные – до 10 см. Размещаются на концах побегов. Они более жесткие. На нижней части листа жилки более выраженные. Только на побегах с взрослыми листьями образуются плоды – сиконии. Плоды круглой формы светло-зеленого оттенка в диаметре до 3 см. После созревания становятся оранжевыми. Употребляют их пищу в основном в странах Азии. К сведению, комнатные цветы пумила имеют только молодые листья. Распространенные сорта самыми популярными для выращивания дома являются такие сорта пумилы – уайт сани. Листья темно-зеленого цвета, по краям кремовая окантовка, сани имеют такой же окант, только линия прерывистая – дорти. Листья насыщенного зеленого цвета и покрыты белыми питнами. Уайт сани с кремовой окантовкой на листьях. Кратко об истории появления археологи утверждают, что о фикусе знали еще со времен египетских фараонов. Об этом свидетельствует найденная гробница из этого дерева. В древние века листья фикуса использовали в качестве строительного материала. Из сока растений изготавливали каучук. Обратите внимание, в средиземноморских странах растение известно под названием фиговое дерево. Фикус сани – уход в домашних условиях. Уход за фикусом пумилы сани в домашних условиях включает полив, внесение подкормки, пересадку, соблюдение температурного режима. Опрыскивание и влажность – обрезку. Соблюдение простых правил по уходу – залог долголетия растения. Температура фикус. Фикус – теплолюбивое растение. Идеальная температура для него 25 градусов. Зимой она не должна быть ниже 10 градусов. Освещение для нормального роста и развития цветку необходимо большое количество света. Освещение должно быть рассеянным, иначе при попадании ультрафиолетовых лучей на листе появятся ожоги. Если света недостаточно, куст теряет свою светлую окантовку по краям листьев. Идеальным местом будет западное или восточное окно. Зимой растению необходимо дополнительное освещение. Обратите внимание, из-за недостатка света у фикуса ветви будет длиннее, а листья мелкими, кремовая окантовка и вовсе исчезает. Фикус помила выращивается как ампельное растение полив. Подходить к процедуре полива стоит аккуратно. Лишняя влага в очве приводит к гниению корневой системы, а пересыхание грунта – гибель растения. Поливать растение необходимо по мере просыхания верхнего слоя в горшке. Период вегетации увлажняет почву каждые 2, а то 3 дня. Осенью полив сокращают до 1 раза в неделю. Льют воду либо под корень, либо под дон. Использовать рекомендуется отстоянную леталую воду. Опрыскивание и влажность растения предпочитает влажный воздух. Если в умещении слишком жарко, цветок необходимо опрыскивать. Увлажнять воздух нужно зимой во время отопительного сезона. Для поддержания влаги можно поставить около вазона емкость с водой. В качестве увлажнителя рекомендуется использовать специальные приборы. Фикус обожает ежедневные опрыскивания воздуха в умещении. Важно! Постоянная сухость воздуха вредна для фикуса. Грунт для посадки лучше использовать питательную рыхлую почву. Но лучше приобрести готовый субстрат для пальмалитутовых. Подкормка цветок нуждается в постоянной подкормке. Это необходимо для его нормального роста и развития. Удобрения вносятся весной. По такой схеме 1 неделя минеральные удобрения, 2 неделя перерыв, 3 неделя органические удобрения, 4 перерыв. Данная схема повторяется до наступления зимы. Зимой цветку требуется покой. Важно! К удобрениям стоит относиться осторожно, так как слишком высокая доза минеральных веществ может спровоцировать потерю листвой. Особенности ухода зимой. Зимой растение отправляется на покой. Температуру снижает до 16 градусов. Влажность воздуха до 50% полив сокращает. Увлажнять почву необходимо, когда верхний слой земли просохнет. Проверить это можно при помощи пальца. К сведению. В отличие от своих сородичей, которые растут в дикой природе, домашний фикус пумила не цветет. Обрезка и формирование крона. Обрезка проводится раз в год, но строгой необходимости в этом нет. Процедура нужна для формирования кроны. Лучше всего это делать в феврале или марте. Во время обрезки укорачивают боковые побеги. Подрезают те, на которых есть боковые листья. Также срезают побеги, которые загибаются внутрь. Обрезка позволяет убрать те части ветвей, которые не вписываются в форму растения. Проводят процедуру острым ножом или ножницами. Перед тем, как приступить к процессу, инструмент следует протереть спиртом. Не следует срезать за один раз много веток. Рекомендуется делать перерывы до 7 дней. За это время дерево успеет отдохнуть. У взрослого растения побеги срезаются до 12 сантиметров. Обрезка фикуса приветствуется, но она не обязательно размножение цветка. Чтобы увеличить популяцию цветка, можно прибегнуть к одному из трех способов. Размножение семенами. Семенной способ довольно трудоемкий способ. Посев семян осуществляется в феврале. Для этого необходимо замочить семена на 24 часа. Горшок наполнить грунтом на 2 трети. В небольшие лунки поместить семена и присыпать почвой. Емкость с рассадой накрыть пленкой. Раз в день проветривать и увлажнять. После появления первых листочков кусты необходимо рассадить в отдельные емкости. Важно! Первые три месяца необходимо поддерживать температуру воздуха в ределах 18-20 градусов. Укоренение черенков. Черенкование проводят в любое время года. С фикуса срезается побеги до 12 сантиметров. На нем должно быть 2 и более листиков. Срезанную ветвь помещают в раствор марганцовки на 6 часов, после чего погружают в емкость с чистой водой. Как только растопустит корни, его высаживают в горшок. Укоренять фикус можно и в грунте. Это намного труднее, но при этом корневая система будет крепче. Для этого черенки помещают на пару часов воду, затем в горшок с почвой. После того, как черенок подрастет, его пересаживают в емкость большего размера. Воздушными отводками. Чтобы укоренить фику с воздушными отводками, на нижней ветке необходимо зачистить небольшую часть, тогда 6 сантиметров. Нанести активированный уголь. Обработанную ветку обмотать пленкой. Внутрь поместить грунт или мох и обвязать веревкой. Должен получиться небольшой бочонок. Сверху оставить отверстие. Отросток прикрепить палки и воткнуть в горшок к цветку. Поливать растение необходимо через верхнее отверстие. Через месяц на черенке появляются первые корешки. Затем его слезают под углом и сажают в отдельный горшок. Как осуществлять размножение воздушными отводками? Возможные проблемы в выращивании и болезни. При выращивании фикуса часто цветоводы сталкиваются с такими проблемами. Фикус сбрасывает листья, бледноет листья, желтеет и сохнет. Листья, нижние листья опадают. Подобные причины связаны с неправильным уходом. Лиственная пластинка деформируется и сохнет. Признак пересушенного воздуха в доме. Листья бледноют и опадают. Слишком высокая температура. Обильный сброс листвы. Результат пребывания цветка на сквозняке и в холодном помещении. Листья тускнеют из-за недостатка минеральных веществ. При плохом содержании цветок может заболеть серой гнилью, пятнистостью. Также на цветке могут завестись паутинные клещи тля. Избавиться от вредителей можно при помощи ядохимикатов, а от недугов, фунгицидов. Приметы и суеверия. С фикусом связано много примет и суеверий. Славяне настороженно относились к этому цветку, связывая его с различными болезнями и неприятностями. Некоторые считали, что если листья цветка начинают сохнуть, значит кто-то из близких заболеет. Держать дома цветок, значит навлечь на себя и родных зависть, скандалы, выяснения и отношения на пустом месте. К сведению. Как и ключ, фикус относится к мужевонам. Считалось, что если в доме есть умила, то девушка никогда не выйдет замуж. Кроме негативных суеверий, с фикусом связывают и хорошие приметы. Некоторые считают, что растение приносит в дом благополучие. Если подарить деревце молодой паре, то девушка вскоре забеременеет, а само растение будет защищать и оберегать ребенка. В Китае считают, что фикус в доме дарит уют и приятную любому человеку атмосферу. Цветок, чувствительный к малейшим переменам настроения окружающих, поглощает негативную энергию, создает положительную ауру. Фикус очищает воздух от вредных испарений. В помещении станет меньше фенола, формальдегида, бензола и других вредных веществ. Фикус помила – прекрасное декоративное растение, которое используют для озеленения квартир или офисов. Если правильно ухаживать, он будет радовать красивыми пестрыми листьями долгое время.